Проблемы снижения качества зрения с каждым годом только увеличиваются. Самая распространенная из них – это близорукость, по-научному миопия. По статистике ВОЗ, примерно 290 миллионов человек в мире страдают от этого заболевания. Из них 19 миллионов – дети до 18 лет. У нас практически для детей, у которых была близорукость, только начиналась, или она была невысокой степени, у нас вообще не было практически механизмов борьбы с ней. Теперь они есть. Наша компания Силор открыла в Челябинске первый в России и в мире центр контроля миопии. Именно в этом центре вы можете получить очень классную, высокопрофессиональную помощь офтальмологов, оптометристов. Но самое важное, что помимо фиксации проблемы, что, например, у ребенка есть миопия, теперь есть очень эффективное, суперэффективное решение – это линзы Stellast. Хочется с особой гордостью сказать, что Россия стала второй страной в мире, которая запустила как раз эту линзу у себя, и теперь она доступна всем россиянам. Главным механизмом линзы Stellast является технология HOLD. Это 1021 высокосферичная микролинза, которая создает перед сетчаткой объем несфокусированного света. Вот как раз этот объем и является сигналом для сетчатки остановиться, чтобы глаз не рос. Вот это главное, что мы должны сделать для контроля миопии, чтобы глаз не увеличивался в размерах. При этом линза уникальна с точки зрения того, что эта защита глаза абсолютно невидимая, глаз на этом не фокусируется. Это значит, что ребенок получает великолепное зрение по рецепту, ему комфортно, он легко к этой линзе адаптируется, и куда бы он ни посмотрел – влево, вправо, вдаль, вблизи – у него всегда будет мощное антимиопическое действие. Линза способна контролировать миопию при любом направлении взгляда, сдерживая рост глаза. Такой подход позволяет замедлить ее прогрессирование и не допустить развития миопии высокой степени. Успешно прошли все проверки, и, в общем-то, ожидается еще больший процент именно стабилизации. У нас появилась возможность остановить ее прогрессирование. Мы сможем это контролировать. Мы сможем уменьшить количество детей, у которых будут вот эти самые высокие диоптрии. Кроме этого, мы ставим очень серьезной задачей донести до мам и до родителей то, насколько важно сегодня заботиться о зрении в век цифровых технологий. Наши дети страдают от гаджетов. Да, они без них не могут, но в то же время бесконечная работа на близком расстоянии, синий свет, напряжение усиливает прогрессирующий мир и провоцирует прогрессирующий мир. Линзы незаметны и не вызывают ощущения дискомфорта. Это эстетичное, безопасное и надежное решение в борьбе с миопией. Челябинск одним из первых городов страны получил к ним доступ. Огромную роль в этом деле сыграла компания «Артоптика». Центр контроля миопии – первый в городе, первый в России и, своего рода, первый в стране. Ваши аплодисменты, друзья! Мы открыли его с нашим партнером «Артоптика», потому что «Артоптика» действительно очень надежный партнер. И еще до открытия Центра контроля миопии занималась лечением этого недуга и помогала детям видеть мир лучший. «Артоптика» 14 лет уже работает в городе Челябинске. Мы офтальмологическая клиника и сеть «Оптик». И мы, конечно, комплексно занимаемся вопросом здоровых глаз, ну и, конечно же, вопросом здоровья глаз наших деток. И на протяжении многих лет мы видим вырастающую статистику и прогрессирование заболевания миопии. Поэтому сегодня мы очень рады вот эту вот проблему близорукости, которую глобально на сегодняшний день выделить в отдельное направление путем открытия Центра контроля миопии. И на сегодняшний день компания «Артоптика» и компания «Эсилор» начали федеральную программу. И первый Центр контроля миопии, который открывается в Челябинске, как раз-таки для челябинских жителей предоставляет возможность качественно, эффективно получить лечение такого заболевания, как близорукость. Особой благодарностью я хочу обратиться к моему любимому главному врачу клиники «Артоптика» Куколь Валентина Васильевна. Она сегодня здесь с нами, благодаря именно ей мы имеем возможность обеспечивать действительно качественную, действительно серьезную, настоящую термологическую помощь. Центры контроля миопии будут работать по определенному регламенту. То есть каждый посетитель центра будет очень четко знать, какой уровень сервиса и обслуживания он получит, какие решения он здесь может получить. Это будет дополнительный контроль через определенное количество времени. То есть все детки, которые придут в этот центр, будут под очень пристальным присмотром профессиональных врачей. Как отмечают специалисты, важно вовремя обнаружить предпосылки возникновения заболевания. Это главная задача в борьбе с детской близорукостью. Благодаря Центру контроля миопии многие дети нашего региона смогут сохранить здоровье глаз.